Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Вальканту. Меня зовут Елена Корнелли Сососоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы Полинини Луки и Бельмонек. Я затрону сегодня такую тему. Запись с концерта, запись студийная и что такое микрофоны записывающие, не усиливающие, а записывающие для голоса. Что бывает сложного и что многие певцы скрывают или скрывали в прошлом. Хочу сказать, что когда случилось мое первое прямое выступление на радио в прямом эфире, я, конечно, волновалась, и я не знала, как это записывается. И это мое было первое выступление на радио, где находился человек 200 публики еще в живом. Это был живой концерт, который транслировался сразу же. Повторялся потом на следующий день, в воскресенье. Повторялся. И я пришла, меня не протестировали микрофоны. Я не знала, что нужно тестировать. Пригласили в эту программу, знали, что я пою, что я буду петь Верди, что я буду петь Панхели. Потому что это все достаточно громко. И я с удовольствием все это спела. И на следующий день я себя слушала по радио повторение этой передачи. Я была в жутком разочаровании, потому что они выключили просто звук. И было такое ощущение, что мой голос там где-то далеко на пластике, сто лет назад был записан. И вот оттуда он слышен. Случилось то, что не ожидали звука операторы. Пела баховская певица, там баха. И был микрофон такой сетчатый для поп-музыкантов. Хотя вроде бы классическая передача, которая постоянно вокалистов показывала. И здесь выхожу я перед этим. Им пришлось все убрать, потому что иначе трещали микрофоны. То есть все время в красном были микрофоны. И мой учитель, Джеймс Макрэй, он знал, что я пойду участвовать в передаче в живом эфире, которая посвящена в опере. То есть это постоянные были передачи в опере. Молодые исполнители выступали. Поэтому я пришла к своему педагогу и спросила, а как вообще быть? Вы слышали, как я пела? И я все свои чувства пыталась передать Джеймсу, что я чувствую по этому поводу. Я так старалась. И все меня, как бы всем было, все хвалили. И хорошо звучал голос. Я слышала эхо и все такое. А на записи ничего не получилось того, что я ожидала. И он мне рассказал такую историю. Он меня пожалел, сказал, что не переживай, это первый опыт. Никто не знал, какой силой у тебя голос. Я не знала, что нужно делать в саундчеке. А почему-то меня никто не спросил прийти, хотя я рано пришла, попробовать микрофон. И Джеймс Макрей рассказал мне такую историю. Он встретил Ренату Тебальди в Милане. И она, по-моему, записывала Тоску, если я не оживаюсь, насколько так я запомнила. Как раз участвовал господин Фишер Дискау и Карло Бергонзо. И Тебальди тогда возмущалась и рассказывала Джеймсу, представляешь, это вот то, что Джеймс мне рассказывал, представляешь, что случилось на записи. Мы записываем вместе. И получается, что при записи оперы Фишер Дискау стоит рядом с микрофоном, прямо рядом. Через два шага, через два, два с половиной метра позади Фишера Дискау нахожусь я, как и Тебальди, с первого лица. А ещё позади меня, на метр, на полтора, стоит Карло Бергонзо. И она сказала, как ты думаешь, задала вопрос Джеймсу, кто лучше всех записался. Джеймс не знал. И Тебальди сказала сама, конечно, Фишер Дискау. И здесь идёт момент о ложных кумирах. Очень много существует людей, которые ложных кумиров считают выдающимися певцами. И Фишер Дискау относится к ложным кумирам. Он человек, который песню внёс в оперу. И эта песня так и осталась. А опера умерла, во всяком случае, в его голосе. Мой учитель называл Фишера Дискау «шпрехер». То есть человек, который не поёт и говорит. И ещё Джеймс очень интересно выражался, когда мы говорили о лидер, именно в исполнении вот такого типа певцов, матового голоса, без звонкости, без полётности. Он сказал так, Джеймс, «Теперь нужно учиться петь лидера, чтобы не петь». Это прямо всё определяет. Сейчас так поёт стиль лидер, что это не является настоящим пением, если смотреть с большой буквы, к сожалению. То, как пел, допустим, Курт Мол лидера, почему-то забыто. Фишер Дискау, который еле-еле пел, можно так сказать. Послушайте Курт Мол. Как поёт Курт Мол. Это потрясающе, как он лидера поёт. Романсы, песни. Ну, лидер, конечно, это особый стиль. Всё равно нужно обязательно знать больших певцов, а не новых. Поэтому запись, вот из моего опыта, запись на телевидении, запись на радио – это всегда запись со срезанными обертонами. Потому что все люди, которые меня слышали живьём, знают, что у меня очень богатый огурбной регистр и много низких обертонов вообще в голосе. И поэтому, если у людей, даже профессионально записывающих, нет специального микрофона для нижних обертонов, а есть только микрофон для высоких обертонов, то голос будет звучать в более лирическом направлении, хотя он на самом деле драматический. Потому что микрофон просто не записывает, не берёт эти обертонов. И я расстраивалась лет пять, наверное. А потом всё-таки я смеялась с этим моментом, я поняла, что… Ну, вот такая техника. И иногда любительские какие-то записи, они, какие-то микрофоны схватывают реальность звучания очень хорошо. И поэтому я постепенно стала внимание обращать в студиях и спрашивать, а есть ли у вас микрофоны на грудной регистр? И в хорошей передаче или в хорошей ситуации, когда записывают голос, всегда у звукового режиссёра есть большое количество микрофонов. Он слышит живой голос, говорит, вот этот микрофон. Он знает, на какой микрофон берёт лучше такие и такие обертона. Это такой тонкий момент, чтобы реалистично передать, как звучит голос. И поэтому сейчас маленькие глаза доминируют на рынке записывающих фирм. Их легче записывать, не нужно изощряться. А с другой стороны, видимо, ленивые записывающие компании не хотят смешивать разные микрофоны, записывать разные обертона и делать нормальное соединение, чтобы люди реалистично услышали, как звучит большой голос. Поэтому многие певцы мне жаловались, и мои ученики тоже, кто записывается на телевидении, на радио, спрашивали, а что нужно, какие микрофоны нужны, чтобы всё-таки, что нужно спрашивать, чтобы реалистично записывали драматический голос, чтобы не срезали нижние обертона. Но, к сожалению, это всё есть. И если я могу повлиять или узнать, или предупредить, я всегда прошу обязательно микрофон на нижние обертона, когда это более-менее реалистично передаёт голос, живого звучания. Поэтому большие голоса нужно слышать именно в живом звуке. Как и Биргит Нильсон, если вы послушаете запись, известная Турандот, Вишневская и Карелли, лучше всех записалась Вишневская, потому что у неё более узкий и направленный голос. А большой голос, он покрывает очень большое пространство, и нужно грамотно расставить микрофоны, чтобы была сильная точка. Ведь микрофон – это не слуховой аппарат человека. То есть у нас слуховой аппарат очень тонкий, он улавливает многое. А микрофон, он всегда ограничен определённым спектром. Вот в чём дело. И он берёт только этот спектр. Поэтому большие голоса тяжело записываются. Мирошниченко, акваратурная собрана, тоже очень жаловалась, что она спела столько раз, и у меня вот такая проблема была. У меня большая динамика в голосе. Когда маленький голос, у него маленькая динамика. Поэтому микрофон не зашкаливает. Звукорежиссёр выбирает там что-то серединное и так ведёт. А когда есть пьяно и очень большая динамика на форте, у них зашкаливает всё это. И мне говорят, вы извините, мы должны верхние ноты у вас прибрать. То есть во всех записях звучат не те верхние ноты, которые на самом деле у меня есть. Потому что просто их не записать. И Мирошниченко об этом говорила, что вот она записывала, записывала, столько раз пела. А режиссёр, звукорежиссёр, говорил, что всё стоит в красном. Давайте ещё раз. И она плюнула и ушла. Ну так, некрасиво, может быть, сказать. Ну как-то так она выразилась, что она уже устала всё это переживать. Поэтому звукорежиссёр и аппаратура, которой он владеет, и понимание очень важный. Звук, вообще студия, звукозаписывающая. Однажды я была в очень интересной звукозаписывающей студии, когда все стены были, скажем так, обклеены под разными углами. То есть не ровные стены, а вот они такие фигурные были. Потому что звук отражается всегда на 90 градусов. Поэтому очень важно, когда создаётся... Я спрашивала, зачем вы это делаете? Тогда вот именно объём естественной зала возникает. Не какой-то искусственной. Кнопочку нажали, ах, записали, сейчас мы зал сделаем. А другое дело, вот человек может создать зал в небольшой, потому что при ломлении есть резонансов. Так что хороший звукорежиссёр – это большая редкость. Всего доброго, до свидания.